Сейчас ему чуть за сорок. Он был женат на знаменитой певице и любил ее всем сердцем. Но она изменила нашему герою с другим именитым спортсменом, несмотря на то, что их связывала общая дочь. Девочка уже выросла. Но жила она все эти годы с бабушкой, а не с родным папой. Ведь он завел новую семью и у него появилось двое детей. Но не все было так просто. Бесконечные суды за квартиру с сожителем мамы доводили всех до отчаяния. А недавно мачеха Вера выложила в сеть фото 18-летней наследницы нашего героя. Дочь Юлии Началовой давно выросла, но, как и раньше, часто гостит в новой семье отца и путешествует вместе со сводными братом и сестрой. Как сложилась жизнь знаменитого футболиста Евгения Алдунина после ухода Юлии Началовой? Как он поддержал дочь? И что же на самом деле случилось с той квартирой, которую Алдунин подарил певице, а сожитель Началовой пытался отсудить ее у дочери? Мы расскажем всю правду. Наш герой родился в Алубке, в обычной советской семье. Мама мальчика работала заведующей в магазине, а отец механиком. Женя рано заинтересовался футболом, а также настольным теннисом. Вместе с тем школу парень не прогуливал и учился неплохо. Вскоре семья переехала в Ялту, где Евгений продолжил заниматься футболом и учиться в старших классах. А в 16 он уехал в Волгоград, где началась легендарная футбольная карьера. Начал Алдунин с клуба «Ротер». И уже в начале века стал одним из самых лучших игроков чемпионата России. Но настоящую славу футболиста Евгений приобрел, когда выступал за ЦСКА. На счету Алдунина и игры за Мордовию, Волгу, Зоркий. По окончанию профессиональной карьеры Евгений перешел работать в тренерский штаб московского клуба «Торпеда». Но в личной жизни у Алдунина не так было все гладко, как в профессиональной. Счастье улыбнулось молодому человеку, когда он познакомился с Юлией Началовой. К слову сказать, еще до знакомства со звездой, Евгений сильно симпатизировал Юлии, выделяя ее среди всех исполнителей русской эстрады. Алдунин познакомился с Началовой в ресторане, и между молодыми людьми сразу же возникли романтические чувства. Они проговорили весь вечер, а затем футболист проводил певицу домой. На момент знакомства с Алдуниным Юлия уже обожглась в отношениях с первым мужем, Дмитрием Ланским, который от девушки требовал слишком многого. Особенно ему не нравилась ее фигура, и Дмитрий требовал, чтобы Юлия похудела. Началова села на диету, но закончилось все это тем, что певица довела себя до анорексии и глубокой психологической травмы. Алдунин ничего не требовал от Юлии и воспринимал ее такой, какая она есть. Может быть, поэтому Началова сразу же прониклась с доверием к Евгению и увидела в нем своего настоящего избранника. После знакомства Женя и Юля старались как можно больше времени проводить вместе. В канун Нового года Алдунин сделал Началовой предложение, и уже через полгода пара сыграла свадьбу. Евгений подарил жене поистине царский подарок – квартиру в Кутузовском переулке. Медовый месяц супруги провели в Венеции, откуда на память захватили с собой гондолу. Через год в семье случилось настоящее чудо, ведь все врачи как один ставили бесплодие, но все же Началова смогла выносить и родить дочь. Девочку назвали Верой, она была настоящим чудом. Коллеги и друзья не могли узнать Юлию. Она буквально светилась от счастья и с восхищением говорила о муже и дочери, а также всем советовала выходить замуж за футболистов. Он в прямом смысле бросил к ее ногам все. Весь мир принадлежал Юлии, ведь любимый супруг исполнял все ее мечты. Но постоянные сборы, гастроли, отсутствие то одного, то другого супруга в конце концов сказались на отношениях между влюбленными. Юлия и Евгений, каждый занятый своими делами, стали постепенно отдаляться. Брак в итоге закончился разводом. Началова как-то в интервью сказала, что в их разрыве никто не виноват. Просто супруги перестали видеть друг друга и идти на уступки. Но Алдонин считал иначе. Он уже знал об отношениях Юлии и Александра Фролова, хоккеиста, с которым она познакомилась в Америке. Подозревал свою жену Алдонин небезосновательно. Еще до развода в сеть попали совместные фото певицы и хоккеиста. Но надо отдать должное Алдонину. Он поступил как настоящий мужчина. Принял измену жены и отпустил. Подарил квартиру ей и дочери. Развод прошел тихо-мирно, в то время как другие футболисты разводились со скандалом. Евгений же никогда не говорил плохо о своей жене и ее новом избраннике. Не требовал разделить имущество. И только после смерти рассказал, чем обернулся для родных роман Юлии с Фроловым. Вскоре Алдонин женился на другой женщине, весьма далекой от мира шоу-бизнеса. Ольга стала для Евгения идеальной женой и родила ему сына Артема. Общение с Юлией и дочерью футболист не прерывал и принимал активное участие в воспитании Веры. А девочка, в свою очередь, очень обрадовалась рождению брата. Жизнь вроде бы наладилась, но у Юлии начались серьезные проблемы со здоровьем. Родственники Началовой утверждали, что это конфликты с Фроловым доводили Юлию до отчаяния. Сама же Юля думала, что диагностированная врачами подагра стала следствием неудачной пластической операции на груди. Позже у Юлии появились проблемы с почками, подскочил сахар, а внезапно появившаяся натертость на ноге доставляла певице большой дискомфорт. Но она об этом никому не говорила. В итоге врачи поставили Юлии сахарный диабет. Из-за большого скачка сахара натертость превратилась в гангрену и пошло заражение крови. Врачи намеренно ввели Началову в медикаментозную кому, но что она никогда не выйдет из нее, никто не ожидал. Юлия так и скончалась, не приходя в себя. Алдунин тяжело переживал смерть бывшей жены, еще тяжелее пришлось его дочери, 12-летней Вере. Евгений хотел забрать девочку к себе, но Вера очень сильно привязана к бабушке Таисии Николаевне, которая всегда брала всю заботу о внучке, когда Юлия была на гастролях. Сейчас Евгений постоянно на связи с дочерью и всегда старается помочь. Отец проводит много времени с Верой, и летом они всей семьей едут куда-нибудь отдыхать. В воспитании Веры также активно принимает участие певица Лариса Долина, крестная мама девочки. Они очень дружны, и Долина поддерживает юную Веру, у которой, как и у ее мамы, прекрасный вокал. Однако сама 17-летняя девушка мечтает стать актрисой. Единственная дочь Юлии Началовой часто принимает участие в различных мероприятиях вместе с Ларисой Долиной и коллегами мамы. Кроме того, юную девушку интересуют танцы и живопись. После смерти Юлии вылезла проблема, связанная с квартирой на Кутузовском проспекте. Оказалось, что Началова, чтобы якобы сохранить отношения с Фроловым, половину квартиры оформила на хоккеиста. За это, говорят, Александр дал Юлии 20 миллионов рублей, которые пошли на бенефис певицы обучения дочери и записи клипа. Алдонин думал, что Фролов поступит благородно и уступит квартиру дочери Юлии, но тот потребовал свои деньги назад. В итоге квартиру продали за 90 миллионов рублей. Деньги хоккеисту вернули, а остальная часть досталась Вере. В год смерти Началовой у Алдонина родилась дочь Анжелика, а через два года умерла самый близкий человек в его жизни – родная мама, с которой Женя был очень близок. Папа футболиста погиб в автокатастрофе еще 9 лет назад, так что Евгений полностью осиротел. Алдонин старается не впадать в отчаяние и находит утешение в тренерской работе и в своих детях, которых безумно любит. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...